Итак, приступим к измерению. Для того, чтобы измерить себя, необходимо одеть очень обтягивающую одежду, например, майку и брюки. Это могут быть лосины, все что угодно, что вы хотите. Майка должна быть где-то на 1-2 размера меньше, чем вы сами, для того, чтобы очертить все ваши контуры. Затем нужно найти талию и на талии завязать резиночку. Низ майки является самой широкой частью бедер, и именно здесь мы будем мерить наши бедра. Еще подойду поближе, покажу, что же еще я использую. Посмотрите. Это специальная накладка, которую я сшила сама. Мастер-класс по изготовлению этой накладки я обязательно выложу на канале. Но сейчас я с помощью нее покажу, как удобно измерять себя, потому что мне поступает очень много вопросов, как же я это делаю. Так как мой канал называется «Ши для себя», это удобно, поэтому начнем с себя, измерим себя, построим на себя основу, сделаем макет и затем будем отшивать. Итак, приступим. На моей накладке у основания шеи начерчена линия, ну, на простроченной здесь линии, это линия плеча. Она четко совпадает с моим плечом. Здесь же есть вот такая липучка, и сантиметровая лента приколана именно на конце моего плеча. И здесь же приклеена сантиметровая лента вперед и назад. Сейчас с помощью всех этих приспособлений я буду измерять себя. Начинаем мы с обхвата шеи. После того, когда мы замерим все наши параметры, их нужно обязательно записать. Сразу в половинном размере поделить на 3 и поделить на 4. Будет очень удобно в последствии использовать. Я записывать не буду, буду показывать, как я замеряю свои параметры. Обхват шеи, основание шеи. Замеряем. Получаем результат. Записываем. Не отходя, сразу можем измерить длину плеча. У меня длина плеча 11 сантиметров, очень узкие плечи. Не удивляйтесь, такое бывает. Дальше, тут же мы можем измерить, вот я нарисовала свои центры груди, и через центры груди мы измеряем обхват груди. Параллельно полу, так выглядит сантиметровая лента. Измеряем. Обхват записываем в половинном размере. Можно еще и поделить на 4. Теперь обхват талии. Замерили. Записываем. Обхват бедер точно так же, через самые выступающие точки. Вот так. Замерили. Что еще можно замерить тут же спереди? Ширина груди. И вот здесь рука подходит нашему туловищу. И образуется вот такой уголок. Мы замеряем ширину груди первую. Вот. А теперь мы должны замерить ширину груди вторую. Значит, вот эту мы можем тоже поделить пополам и записать. А теперь ширина груди вторую. Как ее замерить? Нужно от вот этой точки пронести вниз перпендикуляр. Я нарисую ручкой. Вот так. И замерить через центр груди от этой точки. Можно до середины. Можно до другой такой же точки с другой стороны. Это будет ширина груди вторая. Для чего же это нужно? Это нужно для того, чтобы определить раствор выточки. Раствор выточки можно определять как математическим способом, так и макетным. О нем я вам расскажу чуть-чуть позже. И обязательно покажу, как это делается. Это является самым-самым точным методом. Теперь, что еще померить можно? Подкладываем сантиметровую ленту. И теперь пользуемся накладкой. Важным является длина центра. И мы сразу можем измерить. И тут же приложить до линии талии. Измерить длину переда. Теперь мы измеряем длину спинки. Значение записываем. Вот здесь, на конце нашего плеча, тоже приколана сантиметровая лента. И мы можем определить косую центра и косую переда до середины. Чаще всего используется либо та, либо та величина. Теперь мы открепляем, так как это все на липучке. Можно отлепить. Мне неудобно немножко. Перекрепляем ее в другую сторону. Также на конец нашего плеча. И измеряем плечу косую спинки. Вот так. Здесь, конечно, могут быть погрешности. Поэтому сразу говорю, я добавляю полтора-два сантиметра к этому значению. А при мерке потом убираю. Если они были лишними. Вот с помощью этой накладки можно измерить очень много величин. Теперь использую также длину переда вторую. То есть от еремной впадины по центру до линии талии. Удобно использовать для определения глубины горловины. То же самое делаю от седьмого шириного позвонка. И называю ее длиной спинки второй. Измерили. Теперь измеряем длину бока. То есть от верха проймы, там где рука соединяется, до бока. Значение записываем. Почему я измеряю эту величину? Для того, чтобы не измерять высоту проймы спинки сзади. Это неудобно. И очень удобно использовать именно эту величину. Я ее использую, если строю на себя. Если я строю для других их, я могу снять и то, и то. И проверить себя. Теперь очень немаловажным является промерить до линии бедер, вот так, промерить от талии до линии бедер свое расстояние. Вот мы его замеряем. Можно померить и спереди, и со стороны спинки. Эта величина используется редко от линии бедер. Чаще используется от линии низа. Для того, чтобы измерить эти расстояния и определить баланс в районе талии для брюк, чтобы брюки сидели вот так, нужно знать баланс. Для этого опускаем единичкой вниз, для того, чтобы нам было видно по линии бока. Смотрим вниз и до самого-самого пола. Как только оно коснется пола, зажимаем рукой и отмеряем. Записываем значение. То же самое делаем по переду. То же самое делаем со стороны спинки. Можем смотреться в зеркало. Значение записываем. Теперь нужно измерить длину руки. Длина руки измеряется несколько раз. От верхней плечевой точки до линии локтя. И от верхней точки до линии вот этой косточки. Кто любит длине, имеет именно то место, какой рукав нравится. Просто прикладываем и вот так измеряем. Можем помогать себе второй рукой. Вот так. Еще удобно будет, если вот на эти участки завязать резиночки. И под резиночку одеть, поддеть нашу сантиметровую ленту. И таким образом тоже можно все измерить. Можно вот так. И в зеркало посмотреть, какой цифре соответствует длина нашего локтя. Обхват руки обязателен для того, чтобы определить ширину нашего рукава. Ну и ширину нашей проймы. Я замеряю вот высокая, самая широкая часть. Затем, не отрывая руки, немножко расслабляя, замеряю в районе локтя. Могу замерить там, где я хочу, рука в три четверти. Запястье замеряю. И замеряю вот здесь, чтобы рука пролезла, если я хочу узкий рукав. Теперь, немаловажным, я использую в своем построении дуги. Для чего нужны дуги? Если стандартная фигура, то есть, как она определяется стандартная. Если вы замерили, вот от этого бока, там где шов идет, сюда и сюда, по спинке и по переду, то есть, вот так. То есть, спинка равна полочке. В принципе, это стандартно. А у некоторых бывает широкая спина, узкая спина. Все, что угодно. То же самое по бедрам. Я обязательно замеряю ширина дуги по груди, дальше по талии и по бедрам. И использую это как контрольную величину. У меня, например, задняя половинка брюк шире передней, где-то на 3-4 сантиметра. То есть, половинку я увеличиваю. Вы скажете, зачем вы это делаете? Вы сделали обхват бедер, этого достаточно. Да, но распределение бокового шва, вот этого, если я сделаю пополам, он уйдет у меня на спинку. Это будет некрасиво. Поэтому я высчитываю, нахожу свой бок, как мне нравится, и измеряю все эти дуги. Это очень важно. Вот, какие же величины мы можем еще снять? Ну, наверное, вот с помощью такого метра, я люблю использовать метр, для построения брюк, я использую его для того, чтобы определить длину шага. Для того, чтобы определить длину сидения, говорят, что нужно сесть. Но это значение не точное. Поэтому, если использовать длину шага и построение делать от пола, то значение высоты сидения будет более точным. Вот такие замеры мы с вами производим, прежде чем построить базовую конструкцию плечевого изделия, а в последующем и брюк, и юбок. Хочу ввести еще маленькое дополнение. Почему я сейчас не измерила ширину спины? Это очень важно, но, к сожалению, измерить мне его неудобно. Оно измеряется точно так же, как ширина переда, но я не вижу себя. Вы, пожалуйста, либо попросите кого-то это сделать, либо можно для контроля просто замерить ширину плечей от точки конца плеча вот так. И это является контрольной просто меркой. А вообще ширину спины можно высчитать математически, как объем груди нужно отнять 1 третью ширины руки и таким образом определить ширину спины. Примерка обязательно будет. И мы берем значение сначала расчетное, а потом уточняем на макете. И еще я не измерила, очень важной величиной является обхват, обхват самой широкой части ноги. Ну это обычно вот так производится. Вот так. Точно так же колено. И внизу, если вы хотите, узкие брюки. Теперь все. Для записи своих значений измерений я не открываю никому никакой Америки. И замеры выглядят таким образом. Длины, ширины, дуги. Единственное, я дуги вот так определяю, как дуга переда, дуга спинки, дуга по бедрам, дуга по груди. А все остальное это полуобхват шеи, полуобхват груди второй, полуобхват талии, полуобхват бедер, полуобхват колена и так далее. Запястья, руки, локтя. Ничего нового я вам в этом смысле не открою. Также длины, длина плеча, длина спинки, первая, вторая, длина переда, первая, длина переда, вторая. Длина бока или проймы, сзади есть еще такое обозначение, длина изделия, шаг до пола, длина до пола сбоку, сзади, ширина полочки. Первая, вторая, ширина спинки, которую мы не сможем, к сожалению, снять сами. Ширина центра груди, это расстояние между двумя выпуклыми точками на груди, я, к сожалению, не показала, но это очень просто. Вот, так что я использую вот такую аббревиатуру, если она вам нравится и вы пользуетесь ей. Еще хочу вам показать, потому что обещала, как самым точным макетным способом определить ширину нагрудной выточки. Так, приступим. Что нужно для этого? Это нужно любой листок бумаги, можно даже газету использовать, можно миллиметровку, можно кальку, можно любую нетканную ткань, или любую ткань, что у вас есть. Вы берете листок бумаги, ну вот такой приблизительно ширины, я подойду ближе. Укладываете по середине и закрепляете иголочками, ну, пускай это будет по центру, чтобы это было чуть ниже груди. Теперь, поворачивайтесь, и листок бумаги должен идти параллельно полу, вы тоже делаете, то есть закалываете. Вот что у вас получилось. Теперь, для того, чтобы было удобно, я вот так врезаю горловину, чтобы она мне не мешала, и чтобы не мешала совсем окончательно, я вот сюда вот так отрисовываю, ну, как идет у меня пройма под руку. Это, чтобы было удобно, так как бумага наша очень жесткая, видите, уже образуется выточка. Сейчас я это вырежу и покажу дальше, что буду делать. Вот что у меня получается. Теперь я должна наметить центр груди. Я надеюсь, я его точно сейчас определю, вот так, крестиком. Вот, и на, и плечо уложу, чтобы оно у меня лежало по плечу, вот так, закалываю, чтобы себя не уколоть. Вот, и вот что лишнее, образуется выточка, мы ее заворачиваем. Вот, образовалась выточка. Теперь я сейчас макет откреплю, уложу на стол, отчерчу всю выточку, и внутри, и снаружи, и покажу, как это можно в дальнейшем использовать. Вот что мы получаем. Завернутую выточку. Теперь мы проводим линии чёткие под линейку, которые приведут нас в центр груди. Вот так. Только мы выточку не строим, а сразу макетным способом на себе берем. И что же мы получаем? Мы получаем обычную выточку какой-то определенной ширины, именно вашей. И не нужно ничего высчитывать. Теперь мы вырезаем ее, смотрите. И вот этот уголок мы можем использовать при построении. Запишите, что это выточка. И когда потребуется строить, я буду показывать, как я строю, ну, уже и показывала, мы укладываем на одну сторону выточки и продлеваем. В итоге мы, в принципе, получаем вот выкройку. Для того, чтобы нам нужно выточку перемоделировать, мы вот так можем провести лог. И закрыть ее. Получается выточка в бок. И можем также ее открыть в линию плеча. И закрыть все остальные. И получить выточку в линию плеча. Вот так просто можно определить свой раствор выточки. Только нужно правильно это сделать. Так, как показываю я. Редактор субтитров А.Семкин